Мы живем в поразительной вселенной. Вы когда-нибудь задумывались, почему она существует? Почему вообще что-либо существует? Готфрид Лебниц писал, «Вопрос, имеющий полное право быть самым первым, таков. Почему существует нечто, а не ничто?» Он пришел к выводу, что объяснение может быть найдено в Боге. Но разве это разумно? У всего, что существует, есть объяснение его существования. Если у Вселенной есть объяснение ее существования, то этим объяснением является Бог. Вселенная существует. Из этого логически вытекает, что объяснением существования Вселенной является Бог. Логика этого аргумента неопровержима. Если три предпосылки верны, тогда вывод неизбежен. Но являются ли эти предпосылки правдоподобными и истинными в большей степени, чем ложными? Третья предпосылка неоспорима для всех, кто ищет истину. Но как насчет первой предпосылки? Почему бы не сказать «Вселенная просто существует и все»? Никаких объяснений не требуется. Конец дискуссии. Представьте, что вы и ваш друг путешествуете по лесу и натыкаетесь на блестящий шар, лежащий на земле. Вы, естественно, зададитесь вопросом, как он здесь оказался. И вы бы посчитали весьма странным, если бы ваш друг сказал «Нет причин для его объяснения». Перестань удивляться, он просто существует. И если бы шар был больше, то ему все равно понадобилось бы объяснение. Фактически, даже если бы шар был бы размером со Вселенной, изменение его размера не устранило бы необходимость его объяснения. Действительно, любопытство относительно существования Вселенной представляется научным и интуитивным. Кто-то может сказать «Если все, что существует, нуждается в объяснении, то как насчет Бога?» Разве он не нуждается в объяснении? И если Бог не нуждается в объяснении, тогда почему Вселенная нуждается в объяснении? Чтобы ответить на этот вопрос, Лейбниц делает ключевое разграничение между чем-то, что существует с необходимостью, и чем-то, что существует условно. Существующие с необходимостью существуют по необходимости их собственной природы. Для них невозможно не существовать. Многие математики считают, что абстрактные объекты, такие как числа и множество, существуют таким образом. Они не вызваны к существованию чем-то другим. Они просто существуют по необходимости своей собственной природы. А то, что существует условно, вызвано к существованию чем-то другим. Большинство из того, с чем мы знакомы, существуют условно. Они не должны существовать. Они существуют только потому, что что-то другое стало причиной их существования. Если бы ваши родители никогда не встретились, вы бы не существовали. Нет оснований считать, что окружающий нас мир должен существовать. Если бы Вселенная развилась иначе, не могло бы быть звезд или планет. Логически возможно, что вся Вселенная могла бы не существовать. Она не существует с необходимостью. Она существует условно. Если Вселенная могла не существовать, то почему она существует? Единственное адекватное объяснение существования условной Вселенной заключается в том, что ее существование основывается на неусловном бытии, которое не может не существовать в силу необходимости своей собственной природы. Оно бы существовало несмотря ни на что. Итак, у всего, что существует, есть объяснение своего существования. Либо в необходимости своей собственной природы, либо во внешней причине. Но как насчет нашей второй предпосылки? Разумно ли называть объяснением Вселенной Бога? Хорошо, что такое Вселенная? Это вся пространственно-временная реальность, включая всю материю и энергию. Из этого следует, что если у Вселенной есть причина существования, то эта причина не может быть частью Вселенной. Она должна быть не физической и не материальной, вне пространства и времени. Перечень объектов, которые могут подойти под это описание, довольно короткий. И абстрактные объекты не могут стать причиной чего-либо. Условный аргумент Лебница показывает, что объяснение существования Вселенной может быть найдено только в существовании Бога. Или, если вы предпочитаете не использовать термин Бог, вы можете просто назвать его чрезвычайно могущественное, безпричинно существующее с необходимостью, ни условное, ни физическое, ни материальное вечное бытие, сотворившее всю Вселенную и все, что в ней. Все в ней.